Если терпение человека измеряется в кошках, то кто тогда, согласно этой шкале, самый терпеливый на свете? Ваша соседка тетя Наташа со своими 12 кошками? Может быть, но все-таки рекордсмен по любви к усатым, полосатым, знаток кошачьих душ и пушистых хвостиков, дрессировщик и клоун Юрий Куклачев. В его театре «Кошкин дом», кстати, единственном в мире, живут около 200 мурлыкающих артистов. Еще бы им не мурлыкать, ведь условия у них самые замечательные, а рабочий день длится всего 15 минут. Потом мурзики и мурки отправляются гулять сами по себе по просторному театру из стекла и мрамора. Не жизнь, а малина или сметана с рыбкой. А начиналось все с любви. Нет, не к кошкам, а к цирку. Еще в 7 лет маленький Юра твердо решил в будущем стать клоуном. Уж сильно его впечатлил фильм с Чарли Чаплином, но это оказалось не так просто. 7 раз он пытался попасть в детскую учебную студию при цирковом училище, и все неудачно. Но не сдался, и мечта его так и сбылась. Звездный час Куклачева настал, когда на арену цирка он вышел вместе с домашней кошечкой по имени Стрелка. Ей очень нравилось прятаться в кастрюле. Это и подметил начинающий дрессировщик и придумал номер «Кот и повар». Он имел настоящий успех. Зрители большие и маленькие были в восторге. А стереотип о том, что кошки не поддаются дрессуре, был сломан. Хотя, как уверяет сам Куклачев, он лишь использует личные привычки каждого свирька и помогает развивать его талант. Присмотритесь к своему домашнему коту. Возможно, он еще тот артист. Со временем кошкин дом разросся и превратился в настоящее семейное дело. Супруга Куклачева и его дети участвуют в постановках пушистых и няшных спектаклей, с которыми они гастролируют не только по всей России, но и по всему миру. Интересно, что на постановку одного номера иногда уходит несколько лет. Да, трудягами котов не назовешь. А для меховых артистов, которые в силу возраста вышли на пенсию, в театре выделили пушистые апартаменты. Повезло же котейкам. Этих ветеранов труда всегда можно встретить вальяжно гуляющими по театру во время экскурсий или спектаклей. А если кошка в душе совсем не артистка и боится выходить на сцену, то таких животных, пока они еще маленькие, Куклачевы пристраивают в добрые зрительские руки и в дальнейшем следят за их судьбой. Ах да, помните кота Бориса из рекламы? Так это артист театра кошек. На корм и безбедную пенсию он точно себе заработал.